Как прошел фестиваль семей в КФУ? Казанский федеральный университет, который участвует в основном во многих научных проектах в международном разделении труда в области науки и образования, в то же время находит возможность и работает с детьми. Кого из сотрудников Казанского федерального университета отметили правительственными наградами? Самое главное, что мне за эти долгие годы Я работал только над тем, что мне было лично интересно. Какие впечатления у участников международного форума ИФТ остались после посещения Елабужского института КФУ? Сегодня здесь, в этом учреждении, вот, конечно, поразило до глубины души, что называется домбрашек, вот это создание особого пространства в воспитании педагога. Всем привет! В эфире Универ Ньюса, в студии Илья Андреев. В Елабужском институте КФУ состоялась презентация студенческих научных кружков. В ходе мероприятия состоялась торжественная передача в дар Елабужскому институту личного автомобиля Ильшата Гафурова ГАЗ-21. В Елабужском институте КФУ на данный момент работают 19 научных кружков. Отметим, что в этом году по распоряжению ректора Ильшата Гафурова в Казанском федеральном университете был взят курс на популяризацию научных кружков и разработку нового формата воспитательной работы в данном направлении. Я считаю, что любой человек, конечно же, он должен уметь делать что-то с собственными руками. И ТИХВАК как раз готовит таких людей, он готовит будущих учителей труда и мастеров производственного обучения, которые придут в колледжи. Это тоже очень важно. 31 мая выпускники 11 класса лицеи Лобачевского и АТ-лицея Казанского университета сдавали ЕГЭ. В лицее номер 78 форматора АТ-лицеи создавали химию. Экзамен длился 3,5 часа. Результаты будут известны примерно через неделю. По словам учеников, обстановка не была нервозной, все прошло достаточно спокойно. Тем не менее, на самом ЕГЭ встретились довольно-таки неприятные, так скажем, задания, которые потребовали немало усилий. Я думаю, как раз-таки подготовка именно в АТ-лицея, она дала возможность так, хотя бы попробовать успешно сдать экзамены. В Международный день защиты детей 1 июня в Музее Казанского федерального университета пройдет акция для семей сотрудников «Проведи первый день лета в музеях университета». Со всеми подробностями программы мероприятий можно ознакомиться на сайте КФУ. Фестиваль семей сотрудников, преподавателей и обучающихся Казанского университета прошел в КСК КФУ «Уникс». Все подробности расскажет наш корреспондент Диана Жилинкова. Мне больше понравилось рисовать арбузик и вот эта вот оттенка. Мы рисовали пальцем, проходили викторину, задавали вопросы, например, где работает клоун. Большой детский праздник, который проводится в Казанском университете уже в пятый раз, приурочен к Международным дню семьи и Дню защиты детей, а также проходившему в УЗЕ 7-му международному форуму по педагогическому образованию ИФТ-2021. Поздравил участников фестиваля ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. Казанский федеральный университет, который участвует в основном во многих научных проектах в международном разделении труда в области науки и образования, в то же время находит возможность и работает с детьми. Это наша миссия. Мы должны воспитывать здоровое будущее поколения. И по сути, эту работу мы начинаем со школьницами, с уровня детского садика, с собственных детей. Отметим, что за несколько месяцев до фестиваля в Казанском университете стартовало сразу несколько семейных конкурсов на лучшие фотографии, подделки, рисунки, а также конкурс талантов и интеллектуальная игра. Поэтому на самом фестивале состоялось награждение самых активных участников. В торжественной церемонии приняла участие заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан Алла Кондратьева. Когда человек видит, что его семья его поддерживает в его непростом деле по обучению, или наоборот, если вы учитесь еще, то это на самом деле придает очень много сил. Ну а то, что федеральный вуз делает акцент на поддержке этих семей, это особенно приятно. Мы получили приз за третье место в номинации «Самая лучшая семья» или «Самая активная, наверное», «Самая активная семья». Я пришел со своими детьми, это Фарида и Нияз. Жена, к сожалению, на работе не смогла к нам присоединиться. Мы побывали в малом зале, полетали в космос, да? Вот. Понравились танцы, песни, очень творческие ребята. Также в рамках фестиваля на нескольких этажах уникса для детей и их родителей были организованы различные мастер-классы, аппликации, оригами, рисование и другие. Кроме того, дети смогли погрузиться в увлекательный мир науки с помощью химических опытов. Будут яркие опыты, как химический взрыв, выделение водорода, также будут интересные глюканатные змеи, то есть они посмотрят, как через маленькие таблетки будет образовываться большое количество изменений. Как отмечают организаторы, фестиваль помогает детям не только узнать, где работают их родители, но и дает понять, что двери университета для них всегда открыты. Здесь можно творить, развиваться и раскрывать свои таланты. Диана Желенкова, Ленар Довлетьяров, Универ Ньюс. 30 мая в России отмечают День химика. На торжественном мероприятии, которое посвящено этому празднику, президент Республики Тарстан Рустам Мениханов отметил химиков Казанского федерального университета правительственными наградами. Подробности в следующем сюжете. 26 мая за многолетнюю плодотворную научную деятельность и значительный вклад в подготовку высоквалифицированных специалистов почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Тарстан» присвоено доктору химических наук, заведующему кафедрой физической химии Борису Соломонову и доктору химических наук, директору научно-образовательного центра фармацевтики КФУ Юрию Штырлину. Мы пообщались с Борисом Николаевичем. Он уже более 50 лет служит Казанскому университету, 10 лет был проректором по научной деятельности. Меня формировал уже Казанский университет, и я ему признателен. Потому что действительно, оглядываясь назад, думаю, господи, слава богу, что так все случилось. Борис Соломонов всегда работал в области фундаментальной науки. Для него важен сам процесс, а не результат. Самое главное, что мне за эти долгие годы я работал только над тем, что мне было лично интересно. Это, особенно сейчас, в сегодняшней жизни, большая редкость. И в этом смысле я еще раз хочу подчеркнуть, благодарен университету, благодарен обстоятельствам, благодарен людям, которые позволили мне прожить в науке так, как я считал нужно. Главное, что, как отметил Борис Соломонов, нужно сделать настоящему химику, это получить фундаментальное образование. Когда ты фундаментально образован, ты можешь решать любые задачи. Отметим, что 26 мая правительственными наградами были также отмечены ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории перспективные углеродные наноматериалы Айрат Зимеев и доцент кафедры органической химии Альмира Курбангалиева. В номинации ученые, ученые-производственники, рационализаторы производства. А старший научный сотрудник лаборатории соревновательных каталитических процессов Агустина Борецкая и ведущий инженер лаборатории соревновательных и каталитических процессов Артем Ласкин в номинации «Будущие отрасли». Илья Андреев, Фиолетов, Басов, Универньюз. В эти выходные участники международного форума ИФТ посетили Елабужский институт Казанского университета. Елизавета Никитина расскажет, как все прошло. Знакомство с университетским комплексом гости начали с Дома научной коллаборации имени Камиля Валиева, где участники форума смогли оценить современную материально-техническую базу Центра дополнительного образования и узнали о реализуемых программах. Следующей точкой маршрута стало главное здание Елабужского института. В этом здании первоначально жили, учились, ели, спали, молились. Вести воспитываются. Далее участники форума посетили музей книги, научно-читальный зал и студии цифрового образования. Научно-учебные лаборатории, зал суда, учебной аудитории, Центр китайской культуры также стали частью экскурсионного маршрута. О страницах истории вуза и исследовательской деятельности присутствующие узнали Музей истории и Музей археологии. Я под огромным впечатлением. Дело в том, что я уже была в вашем институте в 2018 году. И вот буквально за эти 2-3 года это такие преобразования, я не могу даже словами передать. Также делегация форума посетила университетскую школу, уникальную площадку педагогической практики и научных исследований, пополнившую университетский комплекс в 2020 учебном году. Директор Елабожского института Елена Мерзон рассказала о реализуемой модели обучения и показала гостям инфраструктуру учебного заведения. Сегодня здесь, в этом учреждении, вот, конечно, поразило до глубины души, что называется, домбрашек, вот это создание особого пространства в воспитании педагога. На этом все. В студии был Илья Андреев. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова